но арбуз он в принципе вкуснее но это субъектив щена дыню ты почистил кости все выкинул и ешь одну мякоть в арбузе арбуза не выковыривать косточкой нафиг их вообще выковыривать сел выплюнул чем выплюнул как бы а если ты койли разгрыз она горчит потом смотри дыню проще выбирать она мягенькая если мягенько можно брать арбуз же хвостик я ошибался сухой хвост желтое пятно контакта как там и в котором она земле лежит если она желтая значит он спелый если белая значит недозрелась стук вот это вот барабан это его это какие-то абхазы призвать и ладно фигня а есть же еще паутинка которая вот вокруг вокруг хвостика чем больше паутинка тем спели арбуз а еще я знаю что девочки которые круглые у них же есть девочка мальчик в арбузах девочки круглые они сладкие всегда мальчики вытянутые более вот они всегда пресновастые дыни есть вот такие то есть если ты не хочешь брать вот такой вот даже маленький арбуз он будет вот такой у меня бабушки вот такие арбузы были деревне бабушки вот у меня бабушки в деревне нету то есть и вот я могу такую дыньку взять и съесть один или ну даже вдвоем ее можно съесть и не объесть арбуз вот эту половину оставил он забродил короче все течет но не знаю я такие вещи в одного не ем корки корки от арбуза они начинают в помойке течь и если у тебя дырявый мусорный пакет корки от дыни точно так же текут они не текут почему ты срезаешь просто не доедаешь арбуз до конца ладно ребята арбуз или дыни это вечный вопрос короче смотрите смотрите сюда у нас две бмв x2 на правом руле на разных моторах здесь полторашка здесь двушка одна из них даже дыня никитос против вообще бмв мерседесов он за японию а мне нравятся эти тачки и сегодня никитос будут короче хейтить их но только по факту без всяких придуманных и я это не прочно я уже слышал тут какие я прям недолюбливаю бмв я изомнику это в крови какая-то к ним вот прям не любовь не знаю почему а я буду защищами нет вопросов а я буду защищать бмв я считаю это действительно хорошая покупка мы скажем бюджеты за эти тачки как любую тачку как мы скажем все технические параметры и вы согласитесь то что ну это хороший вариант потратить туда деньги вот в общем никитос минусы я плюс заодно разберемся если смысл покупать вообще такие машины на правом руле с аукциона японии тоже очень важный момент что такое бмв x2 это автомобиль выпущенный на платформе более младшего и товарища бмв x1 на той же платформе выпускается мини countryman это небольшой кроссовер до от мини купера и выпущена эта машина как прямой конкурент mercedes у джи л а в шестнадцатом году ее первый раз представили в париже и с 18 года стартовали продажи выпускается тачка только в германии для практически всего мира и в китае но только для внутреннего китайского рынка ребята и напоминаю вот эта серия иксов у бмв все четные иксы это давать с нечетных x1 x3 x5 это классические кузова кроссоверов там они все равно все объединены общим визуалом у четных иксов это x2 x4 и x6 это в стиле купе вот и у нас сегодня x2 это купешка здесь очень много можно еще поговорить про всякие там идеи там и прочее но это в ходе нашего обзора что сюда бмв реализовала какие технологии какие рынки они хотели победить этой машиной вот сейчас мы вам расскажем но мы будем идти по классике то есть мы начнем с визуала технички там салоне посмотрим покатаемся по бездорожью даже замеряем до сотни разгоны по ощущениям поменяемся машинами так как они у нас технически разные вот так что ребят поехали давай никита смочи начнем как всегда с визуала расскажи-ка нам сергей я знаю ты готовился что что вообще взято за основу на какой платформе построен дизайн или как-то можно обрисовать кто придумал такой дизайн разрабатывали два чувака которые известны автомобильном мире йозеф кабан или кабан но наверное кабан он участвовал в разработке дизайна bugatti veron и skoda octavia легендарные тачки но в москве skoda octavia это точно вот с этой octavia у нас все комментарии какую бы машину не снимали обязательно найдется хоть кто-нибудь даже если там грузовик какой-нибудь octavia разорвет всех поэтому однажды привезем и октавию на правом руле если такое существует я прям как сниму сниму его все красе золотой цвет разрабатывался конкретно под x2 мне очень нравится и хотя вроде бы вот смотришь спереди бэха черная с ее фирменными глазками да вот этими бэмбэшными смотрится очень круто но вот если сбоку не черный очень вот золотая вот из двух я бы выбрал бы золотой цвет это как вот раньше модно вот эти джедем движухи когда затираешь капот стираешься его краску оливаешь соленой водой он ржавеет и покрываешь лаком вот что-то примерно такое же если вот еще только одни ржавеет в глину макнули и лаком сверху покрыли при том что вот в тени немножко смотрится вот что-то такое между каким-то уазовскими красками а когда на свету когда золотого блеска добавляется это мне кажется немножко перебор как же сложно жить без вкуса это ужасно вот черная ладно вот прям топ мне нравится здесь решетка радиатора она еще под отрицательным углом но выглядит очень агрессивно хотя вроде тачка круглая но выглядит благодаря ноздрям большой флейби бмв фирменной оптики которая идет что на x5 что на их шестых ну вообще в общем ее концепция то есть и ты даже на бюджетном кроссовере ты все равно как бы в тусовке бмв потому что у тебя вот я еду и в зеркалах вижу твои фары блин смотрится очень круто вот это самое главное вообще черта которая мне нравится ну не могу сказать единственное но одна из немногих вещей которые мне нравится в бмв это действительно вот эти вот ангельские глазки из которых потом многие начали передирать я бы докопался до вот этой решетки которая снизу у меня когда-то был чайзер вышка я купил его с бампером хендмейт потому что там был фронтальный интеркулер и он был закрыт вот такой же решетка я у покупателя спрашиваю у продавца ты где такую решетку взял а он говорит а у нас был забор на даче я вот от него кусок оторвал и сюда прикорячил получилось вроде бы как неплохо для колхозного чайзера нормально но для топового кроссовера бмв тем более да ну реально кусок забора сюда приделали это больше все-таки хэтч хэтчбэк это все-таки хэтч пусть он где-то формально по бумагам будет проходить как купе у бмв там во всяких сайтах будет это все-таки считаться купешным кроссовером но все-таки это хэтч диски 19 у тебя м пакет и они по они в европе идут в м пакете на двадцатых дисках в японии на 19 ну потому что 20 диски вот здесь вот уже на работе больше по боковой части я бы сказал что это больше не xv а наверное mazda cx3 очень почему-то мне напоминает ее по дизайну такая немножко приподнятая задняя часть наверх небольшие дверцы и может забегать вперед немножко но по компактности салона тоже вот с mazda cx3 шилдик кстати это единственная модель по информации которая пишет про x2 то что на задних стойках есть дополнительные шилды то есть их не 2 как вообще у других бмвшек а 4 вот и они как маркетологи они красавчики то есть они все равно у них очень сильная маркетинговая часть и то что ты покупаешь компактный кроссовер от бмв и у тебя все-таки этот шилдик это но про дорого-богато вот и так как все-таки весь мир борется за внимание даже кто-то сам того не понимая все все-таки все борются за внимание твои наклейки никитос на твоем бухловозе на твоей тачке расишки подумал про свои вот это все для того чтобы быть причастным к бренду то есть ты ездишь все-таки на бмв а уже какая на x1 x2 вот та штука за которую очень многие готовы доплачивать между прочим по задней части все довольно таки ну не так плохо как я ожидал не скажу что она мне очень нравится но достаточно сильного для среднего хэтчбэка что здесь от кроссовера я бы и не сказал машина чуть выше наверное пояса очень очень низкая очень скромный спойлер строгие стопари по стопам согласен бмв ладно будет выделяться две трубы которые нам говорят что это турбовая спортивная тачка да очень много взято и фендера вот это пластик накладки две трубы и стиле осмотрятся фирменная оптика лейба которая здесь еще играет ключом для открытия багажника все на кнопочка вот классный лекарство всех беззвучно да и быстро по сравнению с японцами до со всех ракурсов за дизайн я ставлю 5 из 5 потому что я потом скажу бюджет мы скажем и за двушку turbo и за полторашку turbo и я считаю дизайн за этот бюджет вообще в этом классе по сравнению со своими конкурентами просто 5 из 4 с минусом от меня решетка подкачала и вот это вот штуковина почему нельзя было повесить нормальный стилевый сюда плавник как на той же самой subaru чуть-чуть продлить спойлерок но может быть ладно уже за колхозом полетел но да что такое как будто не пролезла где-то да и отвалил сверху части или гулят не долетела куда и надо был тоже подкачал или акула которая не до вынырнула из воды вот это вот много здесь моментов которые мне кажется не доделки не до не до кроссовер душа не добавим душнила душнила пожалуйста но вот реально на такой тачке с вот такими лейбами должно быть все идеально по моему раз уж вы так ее нахваливать и все бэхо так техничка друзья прежде чем начнем техничку я скажу что здесь такой же запах как и в жигулях я не буду говорить субъективщины запах это реально также мы снимали когда volkswagen volkswagen это был гольф когда мы снимали гольф вот это огромные круглые штуки здесь слава богу круглой штуки нету как жучку но запах такой же то ли это какой-то теплоизоляционный материал так вонять то ли что не скажу что это что-то ностальгичное из детства в жигулях вот все где то еще не видел что муха садилась на твою тачку ты бы это бы сказал я бы даже муха зря не села бы но по цвету непонятно почему она меня выбрала ладно у нас тебя за машина абсолютно две разные платформы у меня значит сегодня самый наверное на мой взгляд удачный мотор из всех что можно выбрать с японии это двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с двумя турбинами на 192 лошадиные силы работает в паре с восьмиступенчатым автоматом к самому автомату у меня претензий не возникло есть претензии к работе электронной педали чуть попозже прокатимся это все расскажу вот эта версия у меня на полном приводе полный привод здесь соответственно через кардан потому что никаких электромоторов здесь нету и быть не может не могу сказать что четыре цилиндра 4 до в отличие от того что мы там увидим вы сейчас увидите офигеть есть не знаю может быть это норма для бмв один интересный факт вот у бмв как и у большинства европейцев всегда нужно знать каким мотором можно купить машину потому что сколько не слушать даже вот этих вот фанатов б.в. а играть просто стыни с тем мотором берешь так нафига же тогда и с ним вообще берут у японцы такого нету ты берешь с любым мотором любую тачку и знаешь что она тебя не подведет уже каких-то головняков нету там типа nissan и гниют у honda плохие моторы mazda хорошие машины назовут сейчас все по качеству в японии равноценны бмв до сих пор нужно знать что покупать а что-то покупать не нужно так зачем вы производить здесь у нас полторашка turbo также но здесь три цилиндра как в вице это кроссовер и она переднеприводная и здесь стоит робот на 7 ступеней на полторашке есть полноприводная версия на роботе и на гибриде 70 киловатт вот это интерес 125 и turbo и turbo еще до twin turbo также на таком же моторе 3 цилиндровом до цилиндровая турбовая полторашка на гибриде и на полноприводь и на роботе все максимально вообще-то почти как хастлер ну да что-то типа того и турбовые выдовый но там только объем не тот хотя не это интересно интересно по поездить и на хастлере вот таком и на бмв которая из гибридом из twin turbo и с роботом это интересно вопрос надежности это конечно он другой его но можно да еще подумает над этим эксплуатации этого автомобиля в россии но именно для ушей это прикольно звучит вот эта техническая начинка это очень прикольно еще есть такое мнение может быть сейчас конечно все поменялось и бмв 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 воды есть такие люди вы инвести короче может меня поправиться но рассчиталась классно бмв неплохая машина но только пока она новая бмв которая уже там прошла там 100 150 тысяч она очень часто не то что часто сто процентов вас потребует обслуживание это обслуживание очень дорогое я знаю что сейчас новое поколение новые моторы новые блоки почти все на электронике и возможно эту проблему решили но наверное еще вот с тех времен старых бэх что x5 что просто пятерка у меня у карифана была все мозги вылюбила ему с этими генераторами ну в общем обслуживание ей сто процентов понадобится и стоит она очень то же самое говорят и toyota уже не то японцы уже не те но я не согласен с этими ребятами они там но говоря про что-то про какие-то материалы нужно думать глобально то что есть экономика есть себестоимость машины есть стоимость материалов которые в 90 эти материалы там но какая-то резина пластик там еще там всякие эти из чего делать микросхемы там блоки в 90-х это стоило одних денег сейчас это стоит других образно вода и тем более качественным вот поэтому по надежности сейчас современным японцам у тебя есть вопрос к современным японцам пойдешь только к одному ладно считай нету считай нету к lissan жук есть но вообще да можно сказать что нету вот поэтому про бмв больше про бмв это тоже вот эти шуточки прибауточки тем более у нас в русском менталитете у нас вот это вот недовольство какое-то вот это хейтерство но как будто она прописана в крови так у нас хейтерство к европейцам в россии то меньше в разы чем к японцам это я и не то что я европейцев недолюблю вот у меня с бэхами что-то не сложилось по жизни еще один может быть миф который мне тоже рассказывали сам не электрик но я знаю что у европейцев и у бмв в частности используется в блоках так называемая сухая пайка которая не приспособлена к плохим дорогам то есть к вибрации от вибрации от наших кочек колдобин и так далее просто какой-нибудь маленький резистор в одном из тысячи блоков которые в этом автомобиле есть одна ножка отпаялась еще и тачка вас просто выключилась и это называется вот та ситуация когда бмв просто перестала работать и полгода все электрики вашего города если вашей город небольшой будут возиться пока не найдут эту ножку и и не перепаять с японцами такого не бывает вот это сто процентов бмв официально продают x2 поэтому по запчастям по каким-то расходникам вы можете заказывать оригинал вот если у вас много денег в общем но все решаемо дать денег это будет стоить больше сто процентов чем там сделать книжку на кого-то вице но в целом а так как мы не сказали есть еще дизельные варианты на 190 лошадей двушки turbo все вот двушка бензин двушка дизель все больше объемов никаких нету ну соответственно полторашка turbo это вот как у меня вот это золотая и до гибрид все других больше моторов нету я считаю достаточно разнообразная линейка техническая у этих машин есть и передний привод есть и по виду топлива разделения я бы брал бы 2 литра дизель потому что по чипу эта машина с него больше можно снять не берем вопрос как она будет дальше жить там через 500 тысяч километров и прочее но в моменте она поедет лучше я думаю я джипованные жить все чипованные бмвшники говорят что вообще это жизнь до и после чипа эта машина который надо купить и доделать кстати говоря это один из поводов купить ее с японии с правым рулем во первых вы сто процентов сэкономите на самой покупки а во вторых вам не нужно париться о том что когда вы чипанете ее или там даже немножко тюнинг гонять я знаю что тоже не проблема она вас не слетит с гарантии потому что гарантии так нету и вам не нужно переплачивать за дилерские то порядка 20 тысяч рублей она стоит просто там замены масла так что если вы шарите в бэхах знаете что нужно с ними сделать доделать берите спокойно с аукционов японии если она вам надо но я бы на вашем месте подумал все-таки трижды и взял бы x их кстати еще бы сказал бы то что вот это вот у меня есть воздух между вот этими всеми панелями железом то есть но здесь не так нагрев идет сильно у тебя нету то есть я прям посмотрел у тебя маловато воздуха и просто недавно мы были на рыбалке и там был у нас lexus gx 470 он перегрелся то есть у него температура выше нормы стала мы остановились чуть-чуть в теньке под деревья постояли и потом только поехали потому что у нас груженные тачки там прицеп был с лодкой и прочее вот и наверное в кон краснодаре когда или вот у нас позавчера 35 температура была 100 примерно вот чем плюс 90 температура была позавчера ну да то есть там вообще все горели и на самом деле тема перегрева вот что в куперах у них мало места и вот у двухлитровых бмв вот этих их старых наверное может быть какая-то проблема с перегревом но это так это из чего-то там уникального там два-три дня что они могут сгореть просто так посреди дороги просто потому что бмв но это недовольный какой-то отдых ушел реально же много херни писал интернете отзыв владельца просто тачка загорелся дороги но это про x5 по-моему было какую-то дилерскую короче я ставлю зачет за разнообразие за разнообразие технической базы в их сторон я пока воздержусь от оценки потому что мы вначале прокатимся на них посмотрим ощущается ли здесь реально 192 лошади искусство сколько 150 до и ощущается ли разница 40 140 полторашка 140 и ощущается ли разница в эти блин сколько теперь считать в эти 50 лошадиных сил потому что непонятно особенно трехцилиндровый турбовый полутора литровый двигатель на кроссовере воздержусь с голосованием так ну вот мы добрались до изюминки наверное это салон давай никита не давай наверное ты мои плюсы будешь бить потому что сыну я думаю тебя получится так первое вот садишься и сразу же попадаешь в алькантару сидеть очень приятно вообще алькантаровые салоны я еще заметил до этой машины что очень ты не скользишь в японцах бывает иногда проскакивают алькантаровые всякие элементы а здесь у тебя и поддержка у тебя под попу у тебя таманка но джойстик он похож все-таки делал привычки делал привычки фластик из аэрбаса работает в обратную сторону причем но реально ладно тут согласен делал привычки можно привыкнуть ко всему но штуковина интуитивно неудобно если ты даже в приусе пальцами там щелкаешь не глядя здесь постоянно надо жать вот этот курок чтобы переключить передачу я думаю дело привычки возможно торпеда развернута мне очень нравится это у нас конди тоже применено это в супре восьмидесятых тоже у тебя развернуто то есть мне нравится то что вот эта часть смотрит на водителя не просто прямо вот допустим не лексусе она просто смотрит прямо и чтобы я вот печка не особо часто пользуюсь и вот если мне не авто нужно а вот надо что-то пощелкать я прям вот так отклоняюсь так где там вот там вот кнопка здесь на анчет конец ты просто взгляд бросаешь и нажимаешь очень круто отрисованная мультимедиа все прошивается у тебя чипова на у тебя прошитая вот нам пора заехать на сервис там что-то там вот это будет постоянно у вас если у вас бы у вас постоянно надо куда-то ехать постоянно тут что-то делать что-то калибровать и постоянно куда-то она звонит сама службу поддержки говорит помогите я в россии приборка аналоговая стрелки аналоговые не еще пока не отрисована но и номера в их сторон и в эксперим это не будет отрисовано посмотрим что будет в x4 проекция которую я увидел я почти до русского доехала и только потом увидел про что у меня есть проекция и потом начал на нее смотреть потому что вот у меня руль перекрывает опять вот эту зону где вот 80 как раз для камер подводя итоги за салон сравнивая с xv с cx3 как ты ее сравниваешь здесь ты просто вип-тачки по сравнению с xv и xv вот эти барахи там до сих пор визуально все классно по материалам я скажу что не сильно доволен пошли смотреть твой кожаный салон пойдем в кожаный салон вот опять мы запустили тачку она мне уже три раза посоветовала обратиться к делескому центру потому что стиры из колодки но это скорее плюс чем минус что у нас в этом салоне все то же самое только сидушки у нас полностью кожаные мне не нравится не нравится сара скользишь будешь обжигаться на жаре и будешь обжигаться холодом зима в алькандаре есть подогревки а где вообще подогрев а сейчас вот они подогрева сиди пока можешь это хейтить без меня по жесткам все друзья держитесь здесь есть подогрев европейцы кстати этим только и берут потому что подогрев всего это вообще их визитная карточка что мне не нравится вот этот пластик здесь еще хуже скрипит сейчас как на зло перестал на первый раз когда закрывала двери и вот ручка отвалится есть подогрев до кантаре ну вот есть подогрев на алькантаре в целом все то же самое радует что у вас есть выбор между тряпкой кожей он позвонил в службу поддержки да мы позвонили службу поддержки в японию помогите мы в россии короче русскоязычная менюха полностью работает навигация это возможно в европейцах на правом руле когда вы привозите можно прошить и у вас все работает во многих японцев тоже возможно на самом деле короче в этой тачке приятно находиться мне нравится боковая поддержка мне нравится в ней на вообще управлять ее через кнопочки короче я ставлю лайк 4 с минусом только потому что очень красиво сзади места нифига не хватает ну третьего человека только мой но девушку посадить ребенка была отзывная компания у них по вот этим вот штукам потому что они не то чтобы не прошли по безопасности они не получили самый высокий балл бмв за бмв обиделась короче на это дело и сделала отзывную компанию переделала их по форме там что-то не помню точно что не стреляла и в общем выпустила их уже с обновленными подголовником передних сидений так смотрим багажник так вот тихий и быстрый до электропривод окно в багажнику особо вообще мне ничего нету сказать то есть потому что здесь решает кузов смотри это полка реально деревянная как будто у японцев она прям карту 470 литров сноуборд шестигранника сноуборд большой не влезет а да кстати об этом жалуются с рассадой будет беда у вас сноуборд ну почему не влезет ну будет спереди еще лежать если ты есть если спереди у тебя пассажир то наверно не влезет мне кажется не для сноубордистов тачка максимум для лыжников короче закрывается и вообще вот работает как открытие и закрытие просто кайф короче багажник ничего такого 470 литров но в прогрессе есть лайк за то что есть багажник так ребята за рулем x2 первое что хочу сказать это звуки который издает мотор даже полторашка очень приятно выхлоп тоже очень приятен на двушке еще и слышно как сбрасывается давление очень круто звучит поэтому если вам нравятся звуки которые издает машина которая есть там twin turbo просто труба но в данном случае конкретно когда мы смотрим на x2 то я взял звуки хорошие второе что хочу отметить это рулежка бмв они вот я не знаю лучше нера просто какие-то спорткары там за какие-то бешеные деньги да вот но бмв за мерседесом там вот желая себе ездил за ешкой 450 но все-таки не так конечно бмв они очень крутые параллежки x2 не отличается то есть эта машина вот 180 очень хорошо держит 19 здесь диски 225 колеса все это влияет на ходовую часть то что ты едешь очень уверенно вот никакие там xv ну кого еще можно поставить конкуренты ну что-то там из mazda cx3 cx5 можно ли ее засунуть в класс вместе с x2 наверно вряд ли все-таки это cx3 рулежка топ ходовые качества полторашки городе достаточно то есть особенно так как ну навряд ли в маленьком каком-то провинциальном городке будет ездить эта машина там 30 50 человек хотя может быть то есть она будет ездить что-нибудь иркутск хабаровск владивосток южно-сахалинск там но я группа правую руль наверно все-таки в москву на вряд ли поедет правую руль их старая хотя сейчас если помимо не будет завозить то и поедут они на москву дороги хорошие поэтому предполагает много трафика на дорогах пробки и поэтому полторашки 140 сил вот так с головой потому что средняя скорость у нас 40 километров по городу я ставлю ей за свой бюджет в своем классе я и ставлю 5 из 5 типа реально если вот секунда полторы секунды у нас разница в разгоне до сотни между турбо двушкой и полторашкой зачем переплачивать за двушку когда можно на трех цилиндрах я не считаю это победы и не считаю что какая-то из них там прям шедеврально меня поразило ну едет как едет при том что полторашка управляется поприятнее в плане отзыва на педаль здесь вот это больше всего меня бесит то что она реагирует на педаль хуже чем audi со своим роботом хотя здесь у нас автомат типа нажал реально подождал не как-то вот в одном положении держать газ это какая-то удобно она либо в пол тебе рвет либо начинает тупить тормозить в целом в остальном по рулежке вопросов нету рулится неплохо вот единственное что она мне зажгла тут уже сетью гирлянд связаться с бмв центром потому что есть предположение что у вас тормозные колодки заканчиваются это скорее плюс чем минус хотя у меня будут такие штуки бессилий патрулевые лепестки есть пользоваться имени мне хочется втыкать передачи вручную машине такого класса это тоже от бмв ждешь может это наигранный стереотип ждешь какого-то комфорта расслабление чтоб сел нажал тихолечко на педаль и покатился здесь вот реально как будто на импрессе вот прикольная фигня что у нас левый руль с правой стороны также как и поворотники у нас включаются посреди салона здесь включаются дворники может включать в другую сторону это фишка на всех праворульных европейцах вот и к ней просто надо привыкнуть этим ничего не пойдет а в целом неплохо вот на пассажирском сидении когда мы катались серега я все что очень нравится мне пока поддержка потому что она реально фиксирует тебя до тачка нифига не держится на дороге а здесь я бы сказал для меня она узковата не нашел еще регулировку чтобы вот эти штуки раздвигать хотя регулировок сидушек здесь дофига можно изгиб спины можно изгиб спины либо не нашел либо не для жердяев друзья . если вы жердяй простите некомфортно да и не надо лексус нкс вот так ребята у нас заезд п в начале тупая что у него что у меня мой тошнило господи жаре 7 8 872 до 100 в начале короче вообще турболаг или там я не знаю что там безопасность накручена в этой машине тормозит и это точнее долго думает и это это . хотя там сделан чип почему так не понятно вот ну и потом конечно же очевидно 2 литра уходит вперед опачки ща на полтора хер разорвем эту черную корчу просто ну по звуку и по ощущениям да что ребят замер до сотни там в восемь семьдесят одна поехали все-таки даже полторашка звучит а как но дружка 10 23 но это на 2 с половиной секунды больше они 871 здесь 10 23 на полторы для этих мужчинам нормально то есть потом когда они разгоняются где-то на середине они вообще хорошо обе не тут и полторашка не проигрывает прям на голову хорошая тачка так дикитас мы пробуем почувствовать как работает ходовая на бездорожке я бы я недавно на пробок съехал и ну про бокс в салоне ну то есть все панели вот так вот то есть ехал я медленнее комфортнее чем про бокс это уже победу слушай отлично просто отлично вот смотри но как бы ничего смотри в салоне но что-то вибрирует полочка вот это вот спорно смотри есть и чар крадется но я не скажу зато вибрация передается в саму как будто готовка я вообще не гасить вибрация ну вот эти вот все перепады ямки камни слушай ну подожди ты смотри сколько тачка мы с пробоксом все время есть то тогда да мы без слушай ну вот очень я здесь грубо говоря вот так не ездил ни на одной машине кроме как вот на бюджет ну то есть все все другие модели я здесь есть умеет но сейчас почувствуешь причем бренда серьезно я слышу как стойки пробивать смотри как куда полом в ведре болтается ощущение табуреточности но такой соус-оу кроссовер как митсубиши глипс кросс сказал больше больше назвать чем короче я ставлю зачет ты ставишь не зачет но я бы сказал троечка в натяжечку могло быть и лучше могло быть а цены друзья ваша любимая рубрика за вот этого за эту красотку двухлитровую версию на 190 лошадиных сил на полном приводе мы отдали 1 миллион девятьсот семьдесят тысяч рублей она обошлась во владивостоке в ключ сколько обошлось полторашка миллион шестьсот семьдесят полторашка обошлась один миллион шестьсот семьдесят тысяч рублей на переднем приводе у дилера с левым рулем вот такая двушка новая на 2 миллиона дороже до в м пакете м пакете 4 миллиона сто семьдесят по моему тысяч рублей если без м пакета примерно три семьсот но это 950 короче ребята если вы хотите себе и к старую и при этом не прогадать по качеству и не переплачивать дилерам можете смело брать ее из японии правда она быть будет у вас на правом руле по по качеству это будет абсолютно то же самое то что для японии они собираются там же в германии никто с на цену это ты доволен ценой за восемнадцатый год 2 миллиона рублей но я не то чтобы прям сильно недоволен это я скажу в сравнении с дилерами это уже победа я рад что в японии она хотя бы выгодная но я бы лично в 2 миллиона рублей рассмотрел бы смотреть в зависимости то что мне нужно было если бы я хотел себе более спортивно спартанскую я бы сто процентов взял и к свиху или форика который можно в эти деньги взять от 19 года с к 9 или 5 2 с половиной литра или гибрид либо если я хотел кататься по городу я бы посмотрел бы харька который в 2 миллиона сейчас можно уложиться вообще запасом и даже на полном приводе правда это будет 15-16 год но за полторашку миллион шестьсот миллион семьсот тут надо подумать а я бы взял бы потому что все тачки которые ты перечислил вот это xv форики харьеры этого знаешь вот люди которые но вот они у них было что-то там знаешь чипа бюджетнее какие-то тачки и они покупают вот эти машины то есть я их понимаю но когда вот мы с тобой видели все вот эти японские тачки вот просто вот ну абсолютно бескусица вот ну вот но я не знаю эти серьезно говорю к надежности но вот именно как базовая тачка вот как вот она будет там служить человеку который там вот ее взял ездить на природу туда-сюда по городу вообще бомба гибрид есть в xv гибрид есть харьере но знаешь вот именно целевая аудитория это девчата это молодежь я бы брабу бэху то есть мы почему их не продавали потому что ну как бы были курсы другие и я понабрали их с левым рулем не было так интересно это все да и здесь но мы просто ключевой момент то есть вот прокатившись и кайфонов от салона от рулежки от дизайна от фара от вот этих вот всех фишек от алькантары однозначно я бы взял бы сейчас бы моего 700 до 3 цилиндровый полтора я бы взял бы а как же сечер самый красивый компакт кроссовер может быть чуть чуть поменьше хочешь гибрид я был миллион 700 почему но сейчас красиво проигрывает он проигрывает и по но как бы техническая здесь интересен салон здесь интересней чем интересно ходе полтора ходит x2 по дороге мне вообще понравилось 19 колеса 220 управляемость вообще супер в общем друзья выбор арбуз или дыня за арбуз можно есть косточками не помню мы упоминали это вначале или нет а дыня дороже а дыня дороже арбуза а дыня дороже поэтому расставляйте приоритеты и помните что в японии есть автомобиль на каждого без разницы европейский или японский может где-то там уже ездит ваша будущая малышка короче покупайте то что нравится и оценивайте что вашей жизни больше что для вас важен там сейчас надежность какой-то ну там внедорожье вы больше ездите все-таки короче можно все взвесить но все-таки нужно отдавать прям такой жирный кусок в выборе нравится ли тебе машина самое главное чтоб глаз радовало обязательно оборачивая до сих пор на лейку оборачиваюсь и вообще прям кайфую и на про бокса и на и в джея вообще на всех оборачиваюсь и вообще всех их люблю и даже по когда курсы были по 54 я не придал ни одну свою машину хотя что-то порывался но никого не придал и просто новую покупаешь постоянно а старый не продаешь и менять их не на что вот ребята в общем я ставлю тачкам зачет никита ставит но блин сложно сказать я ставлю ладно но на троечку потянет хотя плюсы свои есть и я их все равно подтверждаю здесь не к чему таить но я бы выбрал сичер или икси короче ребят напишите ваши мысли в комментариях вообще что можно миллион 600-2 миллиона чтобы вы купили на правом руле может быть на левом что-то можно сейчас купить хотя времена сейчас когда у дилеров пусто вот будем ждать ваши варианты внизу напишите пять копеек про вот эти автомобили вообще что в них понравилось кто был больше прав я ники тос либо правда где-то вот здесь по середине ребят либо у вас ванлов марки песочками на канал поставьте лайк пока до новых встреч друзья компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания